Я очень рад всех приветствовать на нашей Теряевской лыжне. Теряевская лыжня. Нет в Нижегородской области спортсмена-лыжника, который не слышал бы об этих соревнованиях. То ли 16, то ли 17 лет назад, организатор и сам точно не помнит, когда это началось, председатель местного колхоза, большой любитель лыжного спорта, решил в селе организовать соревнования для местных школьников. Для поддержания спортивного азарта пригласили школьников еще и из соседнего села. Мероприятие всем понравилось, особенно детям, и тогда председатель решил такие соревнования проводить каждый год. Но появилась одна проблема. Оказалось, что лыжи в селе есть далеко не у всех детей. Да и те, кто на своих лыжах в соревнованиях участвовал, получили их в наследство от родителей, а некоторые даже и от дедушек с бабушками. Тогда председатель колхоза выделил средства и купил местной школе 30 пар современных беговых лыж. Через год на этих соревнованиях местные мальчишки и девчонки чувствовали себя уже настоящими спортсменами. Но оказалось, что в соседних селах тоже есть достойные соперники. Узнав о том, что в Теряве проходят соревнования для школьников, участвовать в них попросились сразу несколько школ со всей округи. Председатель был двумя руками за. Выделили средства на призы, каждому участнику соревнований вручили сладкий подарок, а заодно поняли, что профессиональные лыжи далеко не всегда залог успеха. Соседи бежали не хуже, а порой и лучше местных теряевских мальчишек и девчонок. И тогда председатель пригласил на работу в колхоз тренера. Валерий Иванович Морозов оказался профессионалом своего дела. И уже через год теряевские школьники брали призы на всех районных соревнованиях. Но возникла другая проблема. Сюда в Теряево на соревнования подали заявку уже под сотню спортсменов. Простой лыжни по кругу для них было уже мало. Лыжная трасса была нужна. Сделаем, сказал председатель. И обратился в Федерацию лыжного спорта Нижегородской области. Там подсказали, как правильно трассу проложить, какое для этого оборудование надо купить. А заодно и участников добавили. Чтобы школьникам было на кого равняться, на теряевскую лыжню пригласили ветеранов лыжного спорта. Участников всероссийских и международных соревнований. Слух о новых стартах быстро распространился. И соревнования, которые изначально были организованы для трех десятков местных школьников, стали собирать сотни участников со всего региона. Эту гонку мы с Павлом Санычем как-то тут поговорили. И надо было сюда привезти народ. И мне довелось всех ветеранов поднять и молодежь. Когда-то было 40-50 человек, а сейчас за 200. Это уже уровень. Уровень хороший уровень. Большое спасибо Павлу Санычу, который, жертвуя собой, готовит такие лыжные трассы. И он всех знает. Здорово здесь, здорово. Я думаю, наверное, 16-й год или 17-й. Со счета сбились? Да, уже со счета сбился. Жалко, что последние шесть лет проводим уже без Валерия Ивановича, в памяти его. А начиналось все в далеком 2004-м, по-моему, или 2005-м. Но начиналось только со своей школы. Да, сначала свои школы тут, ну, район тут, соседи вот, Лешковский приезжали, вот, гигант, шестая школа. Ну, а потом дальше больше. Вот, ну, сегодня вот уже, я не знаю даже сколько, и не спросил, сколько народу что-то. Ну, в прошлом году было 200. Да, но сегодня не меньше, потому что номеров, гляжу, уже давали и другие. И радует то, что сегодня детей много. И это правильно. Родители, бабушки, дедушки привезли. Из Сосновского много, из Павлова много. Вот, это радует. Лыжную трассу председатель готовит исключительно сам. Это его отдушина от работы. И всю зиму поддерживает трассу в рабочем состоянии. Стоит только пойти снегу, как он садится на буран, прицепляет к нему необходимое оборудование и вперед готовить лыжню. Сегодня, видите, с утра подвалил снежку, пришлось усиленно заниматься подготовкой лыжни. Конечно, в этом году, вот, снег, хорошо, что снега очень много. У нас в те годы была проблема, где снег взять, а сегодня снег. Ну, каждый день, практически, как снег выпадет, каждый вечер я уезжал, его надо было обязательно примять, чтобы лыжня была нормальной, жесткой. Ну, достаточно, наверное, сегодня дно бензина только под 200 литров изъездил, потому что буран много берет. А так, ну, у меня помощники, специалисты, так, в принципе, уж великих затрат не требуют. Ну, ведь призы нужны, грамоты нужны, всех чаем накормить, напоить, обедом накормить. Ну, мы, наша задача не считать деньги, а делать добро для людей. Мы сегодня порядка 18, еще две номинации добавили, 20 номинаций у нас сегодня награждающих, только награжденных будет. Ну, что-то. Определенные затраты нужны, но это не такие большие деньги, которые нужно считать. Я с вами не соглашусь. Ваша задача, как раз, считать деньги. Вы руководитель крупного предприятия. Есть у меня друг, есть у меня друг, который в Гагинском районе, Ларина Петрович Ежов, он мне так и говорит, ты весь колхоз в лыжи да в футбол зарасходовал. Я говорю, Ларина Петрович, ну, во всяком случае, хоть не весь, но пусть это будет наш вклад в доброе дело. Поэтому мы тут денег не жалеем на это. Я испытываю и большое удовольствие, когда делаю лыжню, а за мной кто-то едет по моей лыжне. Мне удовольствий больше приносит это. Хотя сам, ну, я любитель лыж. Вот, но больше сейчас занимаюсь подготовкой трассы. Интересно наблюдать за председателем во время самих соревнований. Он контролирует буквально все. Ни одна мелочь не проходит мимо его внимания. Так, все. Там не мешайте, уходите, старт сейчас будет. Света, давай, ты их будешь сопровождать. Главное, там во враг, чтобы не уехали. О, идут, 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 идут. Все, вот здесь, да, давай, давай, давай. Бабушка, давайте! Так, внимание, внимание, идут, идут. Участники, не мешайте. Давай, 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 молодец, 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 молодец. Давай, 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 давай. Оп, оп, оп. Без палки что-то вон идет. Так, не мешайте тут, не мешайте. Машка, давай, обходи. Маша, Маша, пошла, пошла, пошла. Давай, давай, Маша, Маша, Маша. Так, все, шагайте в школу. Местных теряевских школьников он знает всех в лицо и активно их поддерживает и во время гонок, и во время награждения. Поскольку сюда на соревнования приезжают уже настоящие спортсмены, занимающиеся в лыжных секциях, председатель, понимая, что пьедестал будет за ними, и чтобы поддержать своих теряевских, сделал отдельный зачет для местных школьников. Или, как он сам говорит, мы своих награждаем вне общего зачета, дополнительно. Маша, Мишанова, Маша, 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 молодец, Маша. Держи, Машенька. Так, календарь, кубок. Так, медаль. Юрова Настя, Настя, ура, молодец. Она у нас и на районных соревнованиях будет скоро всем давать дрозда. Настенька, молодец. На-ка, держи, моя. Теряевская лыжня – это, пожалуй, самые демократичные соревнования. Самому юному участнику здесь всего 6 лет. Старшим далеко за 70. Зачеты награждения идут по 20 различным номинациям. Награждают самого младшего и самого возрастного участника, а также по разным возрастным категориям. Самым юным участником из мальчиков стал Александров Андрей, правильно? Андрюха, иди сюда. Так, вот тебе вот эту грамоту, вот тебе эту… Надеемся, что ты заменишь Большунова, правильно? Молодец. Три года назад здесь дебют у меня был, я третьей стала. Год назад – вторая, а сегодня я первая. Но сегодня классика. Два года подряд я коньковым ходом бегала. Ну, я вас поздравляю с победой. Спасибо. Все же, вот, когда говоришь, что соревнования будут в теряеме, все говорят, ну что, в деревню ехать. А когда сюда приезжают первый раз, удивляются, какого уровня здесь трасса. Вот оцените, вы были на других соревнованиях, вы буквально 4 дня назад участвовали в соревнованиях в Дзержинске. Какой уровень здесь организации, трассы и всего прочего? Вообще, я считаю, здесь очень хороший уровень. Мне здесь нравится, во-первых, гостеприимство. Чай, печенье, трассы хорошие. Вообще, даже, я хочу сказать, очень хорошие. Единственное, сейчас в конце ее потоптали. Ну, понятно, тут очень много спортсменов, как караеды мы прошлись. А так, в целом, мне нравится, что не затянуто награждение. То есть, это очень хорошо. Не важно, мороз, не мороз. Вообще, делят на группы. Это очень приятно. Потому что, допустим, мне вот очень тяжело, я в группе 18-39, а здесь мне 35-39 поделили. То есть, это тоже приятно. Но минус в том, что классика ездит мало, особенно женщин. То есть, нас вообще тут, мы в меньшинстве представляем. Был бы конек, было бы побольше. 23 февраля здесь конек будет, здесь вот два раза за зиму, да? Вы приедете в 23 февраля? Да, я постараюсь, я хочу, спасибо. Я сюда постоянно приезжаю, потому что, Павел Александрович, такие готовят трассы изумительные. Только бы бежать и бежать. Мне 73 года, вот я подряд выиграю, наверное, уже 10-й год здесь. Все время первый, да. Стараюсь, да. Ну, это просто так не дается. В любом случае, значит, вы постоянно на лыжах. Да, я езжу на чемпионаты России, на чемпионаты мира тоже участвую. У них постоянно. В общем, всю жизнь на лыжах. И всем советую, лыжи – это все основа жизни даже. А так, ты просто на лыжах как сейчас встаете? Я каждый день катаюсь. Я не могу два дня, если я не покатаюсь, мне уже организм становится каким-то вялым. Просто уже, можно сказать, наркота физкультурная, спортивная наркота. Адреналиновая такая. Да, адреналиновая, спортивная. В этом году очень многие болельщики обратили внимание вот на эту юную, но очень целеустремленную спортсменку. Семилетняя Ксения Родионова участвует в этих соревнованиях во второй раз. В прошлом году она была самой юной участницей, но пришла к финишу далеко не последней. Сегодня заметно прибавила, но, увы, опять не в призах. Я подслушал ее разговор с мамой. Говорит, хочу быть на пьедестале. С таким упорством обязательно будет. А вот Андрей Катков из Сосновского района своей цели достиг. Пришел первым. Закономерный результат пятилетних ежедневных тренировок. Ну, катаемся каждый день. Утром и вечером. Скоростные, контрольные. Кататься можно с горки. Я тоже с горки с удовольствием катаюсь. А мне вот девочка одна с вашего района сказала, что она каждый день в 15 километрах проходит на лыже. Это не просто катание, это уже труд. Ты тоже по столько проходишь? Я побольше. Побольше, да. Сколько у тебя в день? 20 с чем-то. Он ко мне пришел первый раз на тренировку со своим старшим братом. У него старший брат ходил. Когда ему еще не было пяти лет. И то есть, если смотреть так, он уже, наверное, года три, наверное, года четвертый уже занимается. Вот. Если не больше. Вот. И, соответственно, все, конечно же, начиналось там с одного круга по спортзалу. Вот. Там с какого-то баловства. А потом постепенно, постепенно, постепенно. И, ну, у него нет никаких таких нагрузок непосильных, чтобы он там с ног валился или что-то. Они там навеселее, хихихаха, эти километры прокатываются, проезжаются, успеют еще там, пока я не вижу, побаловать. Там друг другу в снег свалить или еще что-то. Поэтому для них это посильная нагрузка. Все. Ну, у нас ведь принцип постепенности есть. Вот сегодня, помимо него, у нас очень много стартовало новичков, которые в этом году пришли, в том году пришли. Вот. То есть, у них еще базы особой нету. Они у меня приходят. Минут сорок, часик катаются просто там. Захотел остановился, захотел поехать. Я им там особых заданий не даю. Вот. Учатся с горы съезжать, в горы влезать, там техники какой-то, ну, первостепенной. А уж постепенно, там, по участию в соревнованиях, втягиваясь, нагрузки повышаются. Рабочий поселок Сосновское небольшой, всего 8 тысяч жителей. Но там активно развивается лыжный спорт. Дети участвуют во всех областных соревнованиях. Вместе с ними на соревнования приезжают родители и дедушки с бабушками поболеть. Не случайно сосновские спортсмены здесь, на Теряевской лыжне, практически во всех возрастных категориях были в призах. В том году были мы. Тоже так же болели за внучку? Тоже так же болел за внучку. Все понятно. В том году тоже второе место занял. Как внучка-то радует учебой, спортом? Нормально, учится нормально, спортом занимается. На тренировке, потому что она ходит, я ее вожу. Не пропускаем? Не пропускаем? Нет. А вот так на соревнования приходится самим возить или как-то их организованно вывозят? Да их вывозят на «Газели», но наши маленькие у нас приходят самим. На своей машине приезжали сегодня. Ну, сегодня. У них соревнования в течение года. Это зимы, наверное, с десяток-то точно. Мы ездили, вот и в Орефино ездили тоже два раза в этом году уже. У нас там в Сосновском были соревнования. Много новичков я набрал. Ну, там, в том году, в этом году. Вот их много еще. Они проявят себя в ближайшие годы еще. Все зависит от желания. Потому что я начинал свою тренерскую работу с того, что, ну, просто с нуля, с ничего. И моя задача была в Сосновском на районных соревнованиях занять призовые места. А сейчас, конечно, это просто смешно для меня. Вот. Ну, при всем уважении там к коллегам. Ну, просто там, опять же, если соревноваться с учителями физкультуры, которые лыжам уделяют там небольшое внимание, а, конечно, это разные уровни. Постепенно, постепенно и мой уровень повышался. То есть, я набирался опыта. И задачи повышались. И сейчас задачи, ну, то есть, вот мы здесь, в Теряеве, по сути, для нас это такой старт, скажем, ну, чисто... Тренировочный. Ну, даже не то, что тренировочный. Ну, в удовольствие, в удовольствие. Без серьезного эмоционального напряжения. Такой, да, где-то проверочный. Вот там сравнить с некоторыми своими соперниками, с которыми мы, ну, сейчас пока что еще в этом сезоне не встречались. Вот. Скажем, специфичная трасса такая, скоростная. Вот, скоростные проверить характеристики. Ну, в общем, вот так вот. Павел Кондратьев не скрывает, что завидует соседнему Сосновскому району. После смерти Валерия Морозова он никак не может найти тренера сюда, в Теряево, который бы так же профессионально, с полной самоотдачей занимался бы с местными школьниками. Но при этом он надеется, что рано или поздно сверкнет в Теряеве звездочка, которая прославит родное село на всю страну. Потому вот уже 16 или 17 лет, он уже и сам точно не помнит сколько, Кондратьев самолично готовит в селе лыжную трассу и, отложив все колхозные дела, дважды в год проводит эти соревнования, которые сегодня известны всей Нижегородской области. Спасибо всем за участие. Ждем вас на следующих стартах. 23 февраля будет конек, если снег не растает.